итак мы сегодня про обжарку и про такое таинство то что называет крэк вот тут как раз у нас и происходит главное таинство обжарка зеленый кофе вот смотрите выглядит так жалко что вы не чувствуете запаха но пахнет ну бабами травой но совсем не кофе то есть наши запахи которые знакомы нам и весь этот аромат его тут совсем нет все это таинство и появление происходит с помощью специального оборудования ростер на котором происходит обжарка после того как килограмм два в данном случае этот ростер в чине 10 может быть 15 минут происходит обжарка и мы получаем жарен после этого он как раз выглядит вот так но и он как раз имеет тот самый аромат и но если приготовить будет тот самый вкус многие спрашивают что за крэк что вы там все время какие-то слова умные говорите при процессе обжарки повышается температура и температура где-то при температуре 170 градусов начинаются первые реакции камерализации есть еще там где-то при 170 200 градусов начинается и в зерне в зеленом зерне накапливается влага углекислый газ и в какой-то момент накопившаяся сила как бы взрывается возникает такой щелчок крэк звук который возникает при изготовлении попкорна вот это называется крэк есть первый крэк есть второй крэк который возникает чуть позже уже там если продолжать жарить дальше при температуре 220 градусов и выше есть 14 стадии обжарки которые называют специалисты но если упрощать их три светлая обжарка средняя обжарка и темная светлая меньше времени при меньшей температуре как правило при такой обжарки она очень подходит для утреннего кофе в кофе который получился при этой обжарке больше кофеина и в нем больше этого выраженной кислотности еще остается если жарить дальше возникает средняя обжарка где как раз кислинка уходит возникает такая карамельная сладкой после вкусе, как правильно, в зерне. Темная обжарка, где кислинка уходит совсем в зерне, и появляется та самая горечь, ее больше горчинка. Как понравится вам, это же дело вкуса, светлая и средняя обжарка больше раскрывает вкус зерна, то, что заложила в него природа, почвы, климат, из той страны, откуда оно пришло. Выбирайте, какая обжарка ваша. Субтитры создавал DimaTorzok